Всем добрый день! Кто-то выспался, кто-то нет. Я думаю, все удачно поработали, много для себя нового узнали. Мы в том числе для себя узнали очень многое. Напомню еще раз, цель нашего проекта была начать делать платформу для того, чтобы можно было изучать или привлекать школьников к изучению IT-дисциплин с помощью платформы на Sailfish OS и помощью мобильных роботнических конструкторов. Вчера я показывал робота на базе Lego Mindstorms NXT. Сегодня вечером я все-таки нашел ключи от подвала, где был заперт другая роботническая платформа, отечественная уже в том числе. Тем она и привлекательна, что она отечественная. Это ТРИК, платформа ТРИК, разработанная в Санкт-Петербурге. И в итоге мы научились с помощью Sailfish OS отправлять на платформу ТРИК команды для того, чтобы начать работать с актуаторами. На текущий момент с актуаторами, но платформа ТРИК на самом деле очень гибкая. И там такой же Linux на борту стоит. Она наружу предоставляет все интерфейсы. И можно работать не только с моторами, но и с датчиками и так далее. То есть первый шаг сделан. В итоге что сейчас работает? Сейчас работает... Есть приложение на Sailfish OS, которое пока что в режиме пульта дистанционного управления посылает команды на ТРИК, и ТРИК включает мотор. Пока удалось подключить только один мотор, там проблема какая-то со шлифами. Все никак не можем быстро настроить. Итак, вот у нас есть приложение на Sailfish OS. У него есть кнопки вправо и влево, по факту, которые мы сейчас фиксируем. Можно показать их сюда? Да, вот сюда. Оно достаточно простое. Все, можно снять сейчас. Да. А, и можно нажимать, да? Ну, можно. Давай, нажимай. Давай, нажимай. Давай. Да. Хорошо. Давай, я. Да, нажимай. Вот у нас он поворачивает одну сторону, вот поворачивает в другую сторону. Вот, ну, всем, кто видит, да, двигатель вращается. То есть задача минимум выполнена. И у нас немножко не хватило времени, чтобы сделать именно программируемый режим, чтобы мы могли команды сдавать, двигаться там сколько-то вперед, сколько-то двигаться назад. Вот это, к сожалению, мы не успели сделать. А так, в принципе, вот отчасти та цель, которая была перед нашим проектом поставлена, мы ее достигли. Все, можно вопрос. Спасибо большое. Постановились на Wi-Fi. Чем хорош Wi-Fi? Тем, что это устройство может коннектиться как к публичной сетке, да, вот к инополису, и, ну, к сетке инополису можно управлять, можно, точно так же, YOLO девайс коннектить к, для прямую, к этому устройству, как к точке доступа. Ну, а у вас, передаваясь пакетами сети, да, там TCP сервер, да, который слушает на 4444, да, и мы туда высылаем команды, да, грубо говоря, на текущий момент, да, это команда движения моторами вперед, движения моторами назад. Вот, там есть, ну, у нас сейчас, кстати, ну, можно задавать скорость, но тоже пока не резонок, главное. То есть, возможно, в которой вращать стартую скорость, значит, ну, то, что можно сейчас, не стартить, не сделать. А как обрабатывать с компанией? Ну, это все на платформе, да, то есть, для нас это черный ящик. Там сервер, по стойке, он отправляет уже на платформу команды, для того, чтобы управлять всеми устройствами. То, что там внутри происходит, ну, если кому интересно, я могу дать контакты разработчиков, общайтесь. Да, да, причем оно гибко реализовано, то есть, сейчас можно сделать как? Там есть JavaScript, который реализует основной IP, да, вот, там, управление моторами и так далее. То есть, мы можем написать какой угодно JavaScript, и может быть кнопка, скажем, мы можем, грубо говоря, в интерфейсе программирования робота на телефоне, задать кнопку, например, не просто ехать вперед или ехать назад, а, например, кнопкой, там, езда по восьмерке, да, ну, культ такой, блок управления, да, что-то, вот, как, как. Ну, что-то знает, там, в среду программирования LabVIEW, и вот там есть такие блоки, можно перетаскивать и соединять их между собой, устраивая логику программ. Ну, точно так же здесь мы можем построить блоки, связать между собой, то есть, как планировалось это сделать. Блоки связываются между собой, представляет собой графическое отображение блок-схемы, и, по сути, может быть, там, целиком один блок, который говорит, езда по восьмерке, то есть, это может быть все в JavaScript реализовано, и мы отправляем просто команду выполнить этот блок, и он будет выполняться, езда по восьмерке. Благодарю. Спасибо. Спасибо.